Добрый день, дорогие друзья! У нас вторая среда, но первое занятие, и оно называется «Начало или утро Вселенной?». Мы будем думать и говорить о том, когда всё возникло. Дни или ночи Брамы? Мы будем это смотреть в книгах. Кто меня не знает, быстро представлюсь. Меня зовут Ольга Лисицына. Я писатель, публицист, просветитель. Некоторое время вела занятия и продолжаю это делать о планетах, но мы не говорим об астрологии. Мы говорим о том, какие энергии, какой багаж, какими проводниками, антеннами, трансляторами, ретрансляторами является человек. Мы говорим о человеке и космосе, о том, что человек – дитя мироздания. Также я являюсь автором методик, индивидуальных курсов, один из которых на 100%, на 360 градусов помогает каждому человеку, моему ученику, стать сам себе режиссёр в жизни. Что это значит? Что человек начинает не только познавать себя, не только мы его переключаем на высшую октаву бытия, но и также, естественно, транслировать это в пространство, и пространство начинает гармонизироваться, и человек учится проходить ситуации по высшему аспекту бытия. И если в первые месяцы я сначала выступаю как суфлёр, то затем человек сам берёт волшебную палочку и сам открывает партитуру жизни мироздания и начинает руководить многогранным оркестром своего бытия. Также я делала демо-версию, вы можете посмотреть на любом моём канале в Ютубе, ВКонтакте, Рутуб, и у нас есть чат Мудро21 в Телеграме, где вы можете напрямую задавать мне вопросы любые или записаться на диагностику, на курс обучающий. И вот партитуру жизни человека и сольфеджо, когда мы познаём человека, также есть вот демо-версия, вы можете с ней ознакомиться и, как я сказала, записаться. Это плюс-минус 50 страниц плюс более двух часов вот в такой позитивной, интересном формате я человека знакомлю с теми энергиями, которые иерархия зодиака ему предоставила. По субботам я теперь введу невыходной, где «ной» в переводе с итальянского, это значит «мы», так? И первое невыходной от NewsFox 2024 от Ольги Лисицыной вы можете уже посмотреть в эту субботу, в ту субботу, которая закончилась. Там были очень важные, интересные темы, и, знаете, не было бы весело, если бы не было так грустно. Вот у нас есть тема рыбалка, я достаточно подробно рассказываю, даю информацию, что часто иногда может происходить с нами, потому что существуют не только телефонные мошенники, но, к сожалению, есть ребята, которые работают на высоком уровне, и это называется фишинг. Фишинг, тоже весело об этом рассказываю, мои друзья, подруги сказали, что хохотали до слез. Итак, в предыдущем вводном занятии по средам мы говорили о том, что всё мироздание вне религий. Вне религии солнце, которое светит сейчас, мне даже пришлось задвинуть штору, потому что, если нет, меня бы стало очень сильно слепить. Вселенная солнце, луна, солнечная система, всё мироздание вне религий, музыка и мелодия вне религий, а также радуга и семь цветов. И да, на предыдущем занятии мы говорили, что от до мы пришли, от Творца в до мы должны вернуться. И, соответственно, ом, амен, аум, так, это всё божественные звуки сонастроя, камертон с жизнью вселенной, даны разным группам, разным людям, странам, национальностям на планете Земля. Но, по сути, звук, конечно же, тоже вне религий. И вот здесь я показывала в предыдущем вводном занятии нотный стан, первая октава. Далее. Проявленная или дифференцированная материя в цвете. И я взяла здесь семь цветов радуги и показала вам, что круг, по сути, белый. Это всё и ничто. Чёрная точка в нём – абсолют. И через вот такие яркие цвета она может в пространстве проявляться. Но мы люди, человеки, у нас есть пока руки и ноги, пока мы ходим по планете Земля, у нас очень много несовершенств. И чтобы стать истинным сыном или дочерью Творца Бога, Отца нашего и Матерь мира, мы должны этот цвет зажечь вот здесь, в солнечном сплетении. Через понимание, через знания, через мудрость жизни, бытия. И здесь вы видите, что каждый цвет зависит от длины волны в микронах и количества вибраций в триллионах. И я вам пока дала, в общем-то, простые понятия. Там дальше есть такие вибрации. Какие вибрации у Творца? Я думаю, что не хватит чисел, чтобы эти вибрации охарактеризовать. И Сократ говорил, он отказывался обсуждать Творца, потому что он говорил, мы всегда будем ограничивать его своими словами. По сути, Вселенная многогранна. Каждый человек – это созданный по образу и подобию Творца, Архитектора, который сделал проект, и Матери Мира, Материи, Вселенной, благодаря которой эта материя стала явленной. И вот здесь я показываю. Ты, человек, когда всё включено, посмотрите, какой ты, человек, красавец! Вот он стоит, у него светится душа, поёт, она не сухая губка, скукоженная, и ждёт, когда же ты, как белка в колесе, набегаешься, накрутишься, научишься зарабатывать деньги, и, наконец-то, вернёшься в гармонию. Никто не говорит, станьте монахами. Жизнь чему нас учит? Гармонии. И почему я сегодня первое занятие начинаю именно с того, как просыпалась Вселенная? Во-первых, я хотела бы помочь тебе, человеку, пробудиться. А во-вторых, я хочу, чтобы вы поняли, что мы дети этого прекрасного мироздания. И вот наверху есть наше высшее Я. Да, мы говорим о том, что у человека семь тел, четыре тетрада смертных, из которых одно, вот оно, явленное, три тонких тела, которые невидимые, мы о них часто говорили на занятиях, и будем ещё очень подробно разбирать, и три высших тела, вот те тела, которые вот там, наверху, светятся. Это вечный странник, наше высшее Я. И если когда у вас будет достаточно знаний, вы откажетесь от невежества, откажетесь от тех шор, которые мы тоже разбирали на водном уроке, тогда ты, человек, станешь вот таким, человек космоса, человек Я-Есмь. И, да, сегодня мы, люди на планете Земля, находимся в пятой расе, пятая подраса, и мы затусили, зависли в эпоху Ариев, в эпохе Овнов, огненных энергий и материй. У нас очень много войн на планете Земля сегодня, сейчас происходит. Люди ещё убивают друг друга, проходят этот опыт. Огонь, железо, кровь. Но этому пришёл конец, потому что мы, да, были в тоннеле, но мы видели свет в конце тоннеля, пришло время выйти из него, потому что мы зашли, заходим в эпоху Водолея. И в субботу, News Fox 2024, я говорила о том, что с 19 ноября 2024 года по ноябрь 1944 года на 20 лет планета Плутон, да, она самая маленькая, да, она карликовая, да, она находится далеко от нас, за 248 лет, она возвращается в тот знак, о котором мы говорим сегодня. Что было 248? Ой, что я такое говорю? Последний раз в знаке Водолей она была в 1777 году, по 1799 год, так как у Плутона ось вытянутая, то в каждом знаке находится разное количество лет, поэтому сейчас в знаке Водолея будет ровно 20 по 44 год, а предыдущий раз была с 77 по 99 в 18 веке. Что тогда происходило? Первая французская революция. Люди боролись против рабства, говорили о равноправии. Сегодня авосыны не там. Американцы получили, Соединенные Штаты Америки получили независимость от Англии, распалась Речи Посполитая, но, по-видимому, их время закончилось и прошло. У всего есть начало и у всего есть конец, у всего есть восход и закат. Но всё спирально. У нас есть и закон притяжения, и закон отталкивания. И вот мы говорили о законе целесообразности и о космическом праве на вводном уроке. Тогда я говорила об этом в контексте мировещам. Когда последняя капля терпения, милосердное мироздание больше не может видеть, как мы самоуничтожаемся. И тогда к нам, к Солнечной системе, подходят новые звёзды. Они нам дают новые энергии. Солнце начинает транслировать нам гелий, повышать наши вибрации, для того, чтобы мы не над златом чахли, не серыми мозгами жили, где живут серые сущности, и которые наше внимание, нашу божественную энергию хотят привязать гаджетам. Нет, время этому закончилось, и мы будем говорить об этом. Сегодня я хочу познакомить вас с моими тремя... Я буду стараться сегодня не плакать, потому что это восторг, это великие люди, великие души, которые приходили на планету Земля и давали нам знания. Так вот, Елена Петровна Блаватская родилась 12 августа 1831 года и покинула своё физическое тело 8 мая 1991 года. О ней сложено много лживых, манипулятивных историй и ситуаций, потому что, по сути, это первый человек, который в тайной доктрине разжевал нам книгу Диан, которая была написана на пальмовых листьях древним языком. Так? Она писала свою доктрину на английском языке, и потом по просьбе Елены Ивановны Рерих была переведена на русский язык. Но я говорила, говорю и буду говорить о том, что мы, русскоязычные, нас около 300 миллионов человек на планете Земля, на сегодняшний день в пятой расе, пятой подрасе проявлены, и мы привилегированы потому, что именно через наших людей приходили эти знания. Далее. Макс Гендель. 23 июля 1865 года, а в 19-м году 20 века он покинул свое тело, жил во времена Елены Петровны Балавацкой, они не пересекались, но хочу сказать, что благодаря Максу Генделю для меня христианство, именно божественное христианство было понято и мною, девой, разложено по полочкам. Николай Константинович Рерих, он в свое время был, очень удивилась я, когда писала свою книгу, потому что он и она, потому что наши главные герои приходят на выставку Марка Шагала, я не знала, что Марк Шагал был учеником Николая Константиновича Рерих, еще во времена Российской империи, оказывается, он преподавал в школе искусств императорского двора и принял Марка к себе в ученики, и когда началась Первая мировая война, Шагала хотели призвать в армию, и благодаря письму Николая Константиновича, об этом письме мы говорим в моей книге «Он и она», публицистический роман для молодых людей, о молодых людях, который начинается весной 21-го года, 21-го века. Рукопись доступна в Телеграме, QR-коды всегда есть. Так вот, я хотела бы начать с Макса Генделя. Когда я сегодня составляла план, с какими книгами, с какими произведениями, с какими знаниями мы начнем знакомиться, я взяла произведение Макса Генделя, которую я часто слушала в формате, сейчас я это прочитаю, бинауральные аудиокниги. Так? Космогеническая концепция розенкрейсеров. Там такой робото-звук. Учитывая то, что практически 24 часа в сутки я поглощаю информацию, я делаю это и ночью, и днем. Вот представьте, если бы я только читала, у меня было бы, ну, может быть, один-два часа времени взять в руки книгу и читать. Но летом даже, когда я шла на пляж, когда я была на пляже, когда я шла с пляжа, я все время постоянно слушаю книги, получаю информацию. И вот. Во всех форматах у меня есть эта книга, потому что именно она открыла для меня вот это взаимодействие. Человек, вера, Иисус Христос все разложила по моим полочкам. И тогда я, кстати, сегодня утром ее заказала. Я давно хотела иметь ее в руках. У меня есть PDF-формат, Word-формат, вот этот бинауральный формат. Но текстового не было. Заказала. Скоро придет. Потому что очень удобно так работать. Раз-раз полистал, вышел, набрал. В общем-то, с Генделем я вас уже знакомила и на занятиях. Потому что, помимо того, что он был философ, он был очень глубокий и высокий астролог. Поэтому, когда я говорю о именно иерархии зодиака, о божественном предназначении планет, энергий, зодиаков, единения человека и космоса, высших октавах бытия, это были знания, которые я получала из книг Макса Генделя. Называется «Познание звезд». «Послание звезд». Кому интересно, смотрите, заказывайте. Так вот. Я взяла эту книгу. И что я там увидела? Я увидела первым делом стихотворение Макса, которое называется «Вера или Христос». И так как у нас есть много закрытых чатов, в том числе и чат исторического курса при Институте русской политической культуры под управлением Дмитрия Владимировича Раде. И мы там очень много размышляем о знаниях, о мудрости, о религии, о христианстве, о православии. Мне захотелось этим стихотворением поделиться. И также у меня в закрытом чате на сам себе дирижер с моими учениками. Но я когда скопировала, знаете, есть шрифты, которые не поддерживаются там Гуглом или Майкрософтом, и там были вот это «я», 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 «я». Окей. Я перепечатала его. Своими ручками не поленилась. И я надеюсь, что когда я буду читать, я не расплачусь в связи с тем, что я с этим текстом уже поработала. И вот ставлю на заставку мою любимую картину моего соавтора, друга Валерия Петровича Мухина. Для меня данное произведение является лучшим, прекрасным Иисусом. И в моей книге «Он и она», которую я ему и посвящаю, тоже стоит эта картина, которая называется «Мое царство не от мира сего». И видите, какие здесь цвета? Это не несчастный, бедный, распятый. Нет, Иисус – это свет и любовь. Так вот, вера или Христос. «Кто скор на ненависть над сердцем и душою брата глумится, страхом ада сковывает ум, не любит Бога тот, не ведает покоя, и к цели нашей не прийти ему». Религии все Бог благословил, послал Христа путь, истину и жизнь, чтоб грех, раздоры, скорбь он устранил, согласие в мир принес и рядом был, наполнил, напитал универсальный дух все церкви, ни одну, и огненный язык в пятидесятницу на каждого апостола главу сошел и тонкой аурой почил. Мы ж, как стервятники, в насилие и разбой пустым словам даем себя втянуть, всем, несогласным с нашим культом, догмой, верой, огнем грозим, который не избыть. Христос на всех один, пригвождены ль ко древу были Кифа или Павел, чтоб мир спасти. Любовь Христа объемлет мир. К чему тогда различия между нами? Его любовь чиста, нежна. Ей все равно, какую веру мы избрали для спасения, как именуем мы себя его. Она все человечество объемлет. Так почему не следуем его словам, цепляемся за веру и дела? Ведь братская любовь в сердцах вот все, к чему он призывал. Есть лишь одно, что миру надо знать, есть лишь одно, что может исцелять. Один лишь путь на небеса ведет участие, сочувствие, любовь. Я так четко читала, чтобы не расплакаться. Извините, не хотела кричать. Так взялась. Так вот, и я беру раздел, беру раздел, это шестая глава из космоконцепции, которая называется начало. И что я здесь вижу? Гендель в соответствии с аксиомой Гермеса, что наверху, то и внизу. И наоборот, солнечные системы рождаются, умирают и вновь рождаются в течение циклов деятельности и отдыха. Так же, как и человек. И тогда я подумала, а кто такой этот Гермес? Мы, когда говорили о Меркурии, он тоже упоминался. Я решила посмотреть, потому что достаточно часто последнее время слышу это имя. И, как я вам говорила, не просто так я взяла псевдоним Фьора де лавита, потому что так со мной разговаривает жизнь. Через людей, через ютубчик, через книги. Если я несколько раз слышу одно и то же имя, я понимаю, что мне надо с ним ознакомиться. Так вот, Гермес, трисмегист. Мне так нравится это слово, трисмегист. Так, Гермес, трижды величайший. Это греческий перевод с греческого. Латынь, Меркуриус, термаксимус. Не просто так, когда мы говорили о Меркурии. Так? И в среду Меркулиди мы опять об этом вспоминаем. Имя синкретического божества, сочетающего в себе черты древнеегипетского бога мудрости, Мудро 21 приветствует вас, и письма Тота, и древнегреческого бога Гермеса. В герметической традиции пророк, автор теософского учения, вот, Ильяна Петровна Блавацкая организовала теософское общество «Нет религии выше истины». Угу. Так. Излагаемого в известных под его именем книгах и отдельных отрывках герметический корпус. А у нас называется герметика, это закрыто, да, это когда герметично все закрыто. А оказывается, герметично оно наоборот открыто. В христианской традиции один из пророков, мы его потом когда-нибудь тоже будем осматривать, предвестивших явление спасителя. В исламской традиции иногда отождествляется с Идрисом, считавшимся пророком Сабиев. Я все время запинаюсь, потому что я таких слов не знала. У нас дефицит слов. Я тогда посмотрела, думаю, так, что там за трактаты есть от Гермеса, трисмегиста. И вот вижу, «Уста мудрости немы для непосвященных». Киболеон. Угу. Я думаю, да, так оно и есть, потому что у нас в чате очень много там, кто особенно цитирует Библию, они там все «чур меня, чур меня». Да? Люди в шорох, на дрезине едут, еще пока что не готовы к мудрости мироздания. Я надеюсь, что меня слушают и будут слушать те, кто готовы. Ребята, привет! Я вас приветствую! И тогда я посмотрела, но у меня не было времени, мы сегодня Гермесом не будем заниматься, но я посмотрела оглавление. Я же писатель, я умею готовить литературу для своих произведений и также уже получила опыт, как это готовить знания для занятий. Оглавление. Изумрудная скрижаль Гермеса. Кусается? Не кусается. Ужас-ужас? Нет. Ничего страшного, да? Угу. Введение. Глава 1. Герметическая философия. Имеет право быть полная. 7 герметических принципов. Классно, я тоже говорю о семеричности. Мысленное превращение, трансмутация. Трансмутация, я тоже знаю, как это, негативные энергии, трансмутировать, трансформировать в позитивные и изнейших всяких ужасных ситуаций переводить на высший аспект бытия. Я это учу своих учеников тоже. Глава 4. Все. Или все, не знаю, тут ёшек нету. Космос, разума, глава 5. Нормально. Божественный парадокс тоже. Все во всем. План соответствия. Вибрация. Только что говорили о вибрациях, да? И в звуке, и в цвете. И в каждой моей клеточке есть, и в каждой мысли у нас есть вибрация. И цвету этой вибрации относительно её вибрации. Так. Полярность, да, плюс-минус. Полярность, дуальность, ритм. То же самое он есть и в музыке, и в длине волне, и в вибрации. Прекрасно. Причинность, закон причины, следствия карма. Обожаю его. Пол. Душевный пол. Тоже. Окей. Женское, мужское. Герметические аксиомы. Короче, ничего страшного здесь нет. Всё нормально. Никто не кусается. Можно читать дальше. Так вот. Угу. Угу. У меня просто много компьютеров. Я то за одну мышку схвачу, не то за другую. Итак, Макс Гендель говорит о том, что существует два общепринятых прочтения этого предложения. Одно. Вначале сотворил Бог небо и землю. Второе. Из вечно сущей сущности пространства двойственная энергия сформировала двойное небо. Ну, я думаю, что у нас есть дефицит слов. Я бы это не называла двойственной энергией, да? Я бы это назвала всё-таки код, проект, логос, так? И Матерь непроявленная, спящая материя, но вездесущая. У нас будет занятие об эфире, это волшебство. У него очень много проявлений и химическое, энергетическое, и тепловое. Временного нет, потому что время есть только у нас день-ночь. Многое было сказано и написано по поводу того, какая из двух интерпретаций является правильной. Трудность в том, что люди жаждут чего-то раз и навсегда определенного. Но мы же развиваемся, и как к нам в разные времена приходили разные учителя, Моисей говорил око за око, но мы люди в меру своей испорченности подумали, что это вендетта. Нет. Потом пришел Иисус и сказал, вам говорили око за око, а я вам говорю, если вас ударили по одной щеке, подставьте другую. О чем это говорит? Это говорится о карме, о законе причины и следствия, что если вы посеяли негатив в отношениях с данной личностью в предыдущем воплощении, он ваш негатив должен вернуть. Если вы создали с ним вот такую яркую розовую или голубую, желтую, золотистую любовь, я это называю канат любви, тогда он вам тоже должен это вернуть, да, и вы должны с ним обменяться. Так вот, они считают, что если какое-то объяснение правильно, то все остальные неверны. И как в видео, где я рассказываю своем друге Мухине, Викторе Петро, что я такое говорю, Валерий Петрович, Виктор Михайлович это Минин, ага, я говорю о том, он рассказывает о том, я вознакомилась с его творчеством, что если мы придем на берег моря, вот я живу на берегу Черного моря в Сочи, а он живет на берегу Черного моря в Крыму, и он говорит, что если мы разойдемся по пляжу, будет солнце, но каждый будет видеть свой солнечный луч, потому что глаза были созданы нам для того, чтобы мы видели свет, и почему говорится, что глаза зеркало души, если у тебя светлая душа, у тебя добрый взгляд, если у тебя мудрая, мудрость проявлена, у тебя мудрый взгляд, может быть глубокий, может быть высокий, так, если ненависть, соответственно, так вот, каждый человек своими глазами видит этот луч, и никто не может спорить, что мой луч правильный, а твой неправильный, да, как никто не может спорить и говорить, что вот этот розовый правильный, А вот тот голубой неправильный. Или чёрный неправильный. В чёрном пока что не проявлен свет. И не проявлен он нами. Так вот. Но, подчёркиваю, не таков путь постижения истины, которая многоаспектна и сложна. Но каждая эзотерическая истина требует рассмотрения с разных точек зрения. Я всё время говорю с одной стороны, с другой стороны. Всякая точка зрения представляет определённую фазу истины, и все они необходимы, чтобы получить полное и ясное представление о том, что разбирается. Хочу сказать на тему слово эзотерическое. Дело в том, что колдуны, маги, аферисты, псевдоблогеры, которых Хази Михайлович называет блохеры. Вот это слово эзотерика, оно в нашем 21 веке ужасно, по-итальянски это называется спутаната, ужасно обесценено. По сути, эзотерические – это тайные знания. И у каждой религии есть тайные знания. В католицизме есть, в православии есть знания для посвящённых, то есть для служителей. И есть знания, которые для широкой публики, потому что сознание их ещё не готово, чтобы получать знания высшие, с одной стороны. Но, с другой стороны, религии не оправдали то доверие, которое им доверило мироздание. Поэтому оно стало бороться с другими знаниями, стало тормозить развитие общества. Джордану Брунну сожгли за то, что он сказал, что Земля круглая и она вращается вокруг Солнца. Совсем недавно Ватикан, только в 21 веке, попросили прощения у него. Нормально? Угу. Поэтому, что есть истина, истину надо изучать всегда и многогранно смотреть её с разных сторон, рассматривать. Сам факт того, что это и многие другие предложения в одеянии, в одёжке, так, торы могут передавать множество смыслов, смущая непосвящённых, является просветляющим для тех, у кого есть ключ. Поэтому многие книги, которые сейчас, во время интернета, не являются более тайными, так? Книга, например, вот, которую я сейчас опять вернулась и изучаю, учение храма, она начинается о том, что ключ в квадрате, в круге и всё остальное, ключ для посвящённых. Когда я первый раз учение храма читала в 2000, наверное, где-то в 2010 году, я видела одни смыслы. Сегодня у меня все эти смыслы распаковываются, благодаря, опять же, сложенным знаниям со стороны, которые получает Макса Генделя и другие. Так вот, я не буду сейчас читать небулярные теории, да, его, что атрибуты Бога – это воля, мудрость и активность, вдумчивость, о творческих иерархиях. Я думаю, что мы сейчас будем такими фрагментами минут по 15-20, я вас буду знакомить так с теми или иными людьми. В комментариях я буду оставлять ссылки на их, скажем, первоисточники. Кто захочет, может, естественно, с ними знакомиться. И сейчас мы перейдём к следующему автору, к следующей книге. Так, это «Семь великих тайн космоса» Николая Константиновича Рерих. Она была написана в 1924 году. Вместе с Еленой Ивановной они написали очень много книг. «Живая этика» – о чём говорится? Что этика – это должна быть внутренняя этика человека. И она должна быть живая, этика каждого дня. Что человек не должен жить в компромиссе. Он должен опираться на те знания, законы, которые нам давали наши учителя и продолжают давать, и жить именно по ним. Так, но вот это произведение «Семь великих тайн космоса» – это именно синтез, написанный простым языком. Также с Еленой Ивановной очень много книг было написано. И её дневники, тетради. Вот знаете, когда, по-моему, в 13-м или 14-м году музей Рериха закрывался в Москве, я была уже, жила уже в Швейцарии, я очень переживала за это, а потом я поняла, всё, что не делается, всё к лучшему. Потому что, по сути, те знания, те неопубликованные тетради, которые там хранились, хранители этого музея, родственники Елены Ивановны, они их прихватизировали. И после того, как музей был, так скажем, национализированным государством, эти книги были, эти дневники отсканированы, они есть в открытом доступе в мировом Рериховском обществе. И сейчас есть волонтёры, которые их тоже формируют в книге, и есть люди, которые их также читают. Вот Михаил под псевдонимом Биг Бэк, у него и ВКонтакте очень много, он прекрасный баритон, я с ним познакомилась на моей любимой книге «Две жизни» и «Конкордия Антарова» и «Стафету», которые мы взяли, и в 21 веке вместо четырёх книг у меня в проекте 21 книга, но для всех возрастов, и сказки для детей, и для пожилого поколения. Вы знаете, наверное, вот в это воскресенье я разговаривала со своей мамой, была у неё в гостях, и, наверное, я сделаю новый выпуск, он будет выходить по пятницам, и, возможно, это будет даже прямой эфир. Называться он будет «Дочки матери» с моей мамой, которой 86 лет исполнится 12 ноября. Мы будем разговаривать с людьми её поколения. Она у меня очень активная, она читает аргументы и факты, у неё вот такие стопки журналов, газет всего лежит, будет тоже своими житейскими рецептами пользоваться. И мы, да, будем делать прямые эфиры ВКонтакте, и я думаю, что она найдёт свою аудиторию. Сначала я буду помогать, а потом, возможно, даже поставлю ей оборудование, проведу ей интернет. Раньше он у неё был, сейчас она его отключила уже. Возможно, пришло время и на вот этой жизненной волне, информационной волне. Я думаю, что мама моя проживёт ещё лет 10, а может быть и 15. Потому что, когда мы в потоке, и когда мы, род наш небесный, и мирозданию, милосердию, помогаем людям получать знания, даже такие знания, у нас же не принято говорить о смерти, такие знания, как переход в новую жизнь, жизнь без тела, как это делать наилучшим образом, как сделать так, чтобы за тобой лифт пришёл, и тебя там встретили, род твой небесный, ни Пётр, ни Павел, нас встречать там не будут, всё по вибрациям, всё по волне, и всё по осознанности. Поэтому «Семь великих тайн космоса» были написаны простым языком, и всё, что с нами не происходит, всё во благо. Поэтому я сейчас включу в исполнении прекрасной Ирины, фамилию я всё время её забываю, эту аудиокнигу. Я много о ней говорила, говорю и буду говорить, но теперь мы будем её слушать вместе. Вы услышите, что никто там не кусается, вы услышите красоту этих знаний и простоту. Включим легенду первую. «День и ночь Брамы». И я потом тоже буду останавливать и комментировать. И я думаю, что это классный формат, в который должен зайти всем. Эпиграф «Тайною мир держится». Аум 148 Читая легенды, молодёжь научится мечтать. Это великое качество, ибо оно наполняет сердце лучшими, мощными огнями. Этими огнями сердца молодёжь познаёт, как различать, где истина. Истина не познаётся расчётами, лишь язык сердца знает, где живёт великая правда, которая, несмотря ни на что, ведёт человечество к восхождению. Разве легенда не есть гирлянда лучших цветов? О малом, о незначительном и жалком человечество не слагает легенд. Часто даже в кажущихся отрицательными мифах заключено уважение к потенциалу внутренней мощи. Во всяком случае, каждая легенда содержит нечто необычное. Не ведёт ли эта необычность дух человеческий поверх сумерек механического стандарта? Этим машинным стандартом эволюция не строится. Легенда, которая освобождает нас от подавляющих условий каждодневной рутины, обновляет наше мышление, позволяет погрузиться в новые глубины познавания, полные неисчерпаемого молодого задора. Спросите великого математика, великого физика, великого физиолога, великого астронома, умеет ли он мечтать. Я не упоминаю художников, музыкантов, поэтов, ибо всё существо их построено на способности мечтать. Великий учёный, если он действительно велик и не боится недоброжелательных свидетелей, конечно, доверит вам, как прекрасно умеет возноситься мечтами. Как многие из его открытий в основе своей имеют не только расчёт, но именно высокую жизненную мечту. Да, легенда не отвлечённость, но сама реальность. Поистине мечты не знаки безграмотности, но отличия утончённых душ. Потому всячески поощримы в молодёжи нашей стремление к зовущим и творящим сказаниям, и вместе с молодёжью, оставаясь молодыми, почти мечту, как ведущие и возносящие крылья нашего возрождения и усовершенствования. Николай Константинович Рерих Держава света 1931 Путник, друг, ты начинаешь открывать пути в космос, в беспредельность. Ты собираешься выйти на простор космических далей, ты, может быть, попытаешься одолеть и космические высоты. Всё это суждено тебе. Всё это предстоит тебе. Вспомни заветы древних. Собравшись в далёкий путь, посидим в молчании. Перед шагом в великое будущее припомним прошлое и осмыслим настоящее. Подумаем вместе о том, о чём на протяжении тысячелетий мудрость народов говорила языком легенд и сказаний. Быть может, это знание пригодится в пути. Книга первая. Древние легенды. Сотворённые мудростью душ великих на протяжении эпох неисчислимых. Пролог. Легенда о космической мысли. Знание о космосе накопляется человечеством медленно. В течение веков человек открывает законы природы, законы космические. Эти законы существовали и тогда, когда человек ещё не знал о них. И сейчас есть законы, которые человечеством ещё не открыты. То, что мы уже знаем, есть наше знание. То, что мы ещё не знаем, является для нас тайной. Но то, что для нас ещё тайна, для кого-то является знанием. В космосе есть существа, которые знают больше. А знать что-то значит мыслить об этом. Так создаются мысли, и они живут независимо в пространстве. Пространство наполнено образами истины, люди их называют идеями. В пространстве витают неоценимые сокровища духа. Немногие поймут чудесное значение живой мысли пространственной. Но каждая пространственная мысль может быть достоянием человека. Искры знания могут открыть все тайны существования. Те, кто может напрячь свою психическую энергию в ритм пространственных энергий, те примут в сознание сокровище. Так пространственные мысли становятся для таких людей голосом безмолвия. Ученый называет его интуицией, поэт вдохновением, отшельник озарением. Скрытые проявления космоса сияют глазу идущего. Кто сумел себя настроить на космическую ноту, тот мог слушать голос безмолвия. Но среди монотонности обыденности лишь немногие ощущают реальность космоса. Только в величии природы, вдали от шума житейского, можно услышать голос безмолвия. Только в природе можно осознать величие космоса. Только в природе можно созерцать беспредельность, где все возможно. А вот почему на протяжении всей истории человечества отшельники, подвижники, святые уходили в горы, пустыни, леса. В мерцании звезд они внимали тайным космической мысли. В течение многих тысячелетий чуткие люди слушали голос безмолвия. Так они узнали много космических тайн. Одни записывали в священные книги, другие передавали устно, как откровение. На мировом языке символов услышанное передавалось народам. Так создавались легенды. Тайна первая Дни и ночи Брамы Если ты любишь смотреть на звездное небо, если оно привлекает тебя своей гармонии и поражает своей необъятностью, значит, у тебя в груди бьется живое сердце, значит, оно сможет отзвучать на сокровенные слова о жизни космоса. Слушай, что говорит древняя легенда о беспредельности, вечности и ритмичности великого бытия Вселенной. С незапамятных времен люди смотрели на звездное небо, благоговейно любовались смерцанием бесчисленных миров. Величие космоса поражало человека с самого начала его присутствия на Земле. Особенно в одиночестве необозримой пустыни или среди нагромождений исполинских гор человек невольно погружался в думы о необъятности Вселенной, о беспредельности космического пространства. Ум человека поражался этой беспредельностью, но также он никак не мог вообразить космос предельным. Допустив, что существует где-то предел пространства, то сейчас же возникал вопрос, что же находится за этим пределом? Если не пространство, то что именно? И каждый раз ум человека вынужден признать, космос не может иметь пределов, космическое пространство во все стороны беспредельно. Но и вполне постичь беспредельность человеческий ограниченный ум тоже не в состоянии. Так и остается космическая беспредельность непостижимым, страшным понятием, перед которым немеет разум человека. Дума о беспредельности космоса в пространстве невольно вызывала мысль и о вечности его во времени. Так возникли древнейшие из древних вопросов. Было ли когда-то начало Вселенной? Будет ли ее конец? Или все это существует от вечности? И остается таким же вовеки. Человеку мучительно хотелось узнать об этом, раскрыть тайну происхождения миров, тайну космической вечности. И люди уходили в пустыню, удалялись в горы, становились отшельниками, чтобы никто не мешал им сосредоточиться на размышлениях о коренных вопросах бытия. Они думали, думали, думали. И вот космические тайны стали постепенно раскрываться перед ними. Напряженное, сосредоточенное, постоянное мышление тех, кто отказался от удовольствия обычной жизни ради познавания тайн космоса, притягивало пространственную мысль. Они начинали слышать голос безмолвия. Было время, когда не было ничего. Об этом времени повествуется в гимнах Ригвед, в одном из древнейших памятников мировой литературы. Вот фрагмент одного из этих гимнов. Ничто не существовало. Ни ясное небо, ни величие свод над землей и простертый. Что же покрывало все? Что ограждало? Что скрывало? Были ли то бездонные глубины вод? Не было смерти и бессмертия не было. Не было границ между днем и ночью. Лишь единый в своем дыхании без вздоха и ничто другое не имело бытия. Царил мрак и все было сокрыто изначало в глубинах мрака океана бессветного. О том же говорит отрывок из еще более древней книги Дзян. Не было ничего. Единая тьма наполняла беспредельное все. Не было времени, оно покоилось в бесконечных недрах продолжительности. Не было вселенского разума, ибо не было существ, чтобы вместить его. Не было ни безмолвия, ни звука, ибо не было слуха, чтобы ощутить его. Не было ничего, кроме нерушимого вечного дыхания, не знающего себя. Лишь единая форма существования, беспредельная, бесконечная, беспричинная, простиралась, покоясь во сне лишенным сновидений. Жизнь бессознательная пульсировала в пространстве вселенском. В этих двух фрагментах древнейшей запечатленной мысли человеческой говорится о времени, когда космоса еще не было, когда ничто не существовало. Значит, когда-то было начало вселенной. А если было начало, то должен быть и конец. Ведь все, что рождается, должно умереть. Если было время, когда космоса не было, то придет час, когда его снова не станет. и легенды утверждают, что космос рождается к бытию, существует определенное ограниченное время, а затем снова растворяется в небытие. В сказаниях древней Индии период существования космоса назван веком Брамы или великой Манванторой. Для выражения длительности этого периода в нашем исчислении лет требуется 15 цифр. И хотя космос существует на протяжении столь невообразимо долгого времени, что оно кажется нескончаемым, все же это время ограничено. Наша Вселенная не вечно. Столько же времени продолжается и Великая Вечность Небытия, названная Маха Великой Пролайей, то есть Всемирным Растворением. Затем Вселенная вновь воскресает к новой космической жизни, к новому веку Брамы. Так продолжается без начала и конца чередование великих периодов жизни и смерти космоса. В сменяющихся циклах бытия и небытия Вселенная вечная. Она периодично в непрестанном появлении исчезновения миров и вечно в целом. Число Манвантор беспредельно. Никогда не было первой Манвантор и так же, как никогда не будет последней. Великий космос проявляется к жизни и растворяется в небытие совершенно так же, как рождается и умирает микрокосмос, человек. Аналогия здесь полная. Она распространяется и дальше. Как человек каждую ночь испытывает малую смерть, засыпая вечером и просыпаясь утром, так же бывают и ночи Вселенной, когда умирает только все живущее, а весь мир не исчезает, но остается в спящем состоянии. Наутро же все снова оживает. Это повторение периодов сна и бодрствования в космосе можно сравнить со сменой зимы и лета в природе. В терминологии древнеиндусской философии период космической деятельности Вселенной, когда космос бодрствует, когда все сущее живет, назван днем Брамы или малой Манванторой. А то время, когда космос спит, когда все во Вселенной отдыхает, названо ночью Брамы или малой пролайей. Говорится, что длительность дня Брамы составляет четыре с лишним миллиарда лет. Столько же продолжается и ночь Брамы. 360 дней Брамы и 360 ночей Брамы составляют один год Брамы, а 100 годов Брамы уже известный нам век Брамы. Таково исчисление космического календаря. Чередование активности и пассивности в космосе отражается в периодичности всех проявлений природы. Во всем можно различать Манванторы и Пролайи. От мельчайших явлений и до смены миров можно видеть этот величественный закон. Он действует в биении сердца и ритме дыхания. Ему подвержены сон и бодрствование, смена дня и ночи так же, как фазы Луны и чередование времен года. Рождение, жизнь и смерть всего живого повторяется вечно. Природа, как и весь космос, проявляет себя в бесконечной смене, в вечном ритме. Человек и его планета Земля, Солнечная система и Вселенная в целом все в космосе имеет свои периоды деятельности и отдыха, жизни и смерти. Среди Млечного Пути звезд рождение и смерть миров вечно следует одно за другим правильную чередою в торжественном шествии космического закона. Вот, мы практически 15 минут послушали, честно сказать, я еще бы слушала, конечно, но я понимаю, что так можно и самим. Но вот я вам хотела продемонстрировать, что там никто не кусается, там нет чертиков, о которых говорят всякие это ереси, да, о которых говорят некоторые церковнослужители. Там мы слышим именно о мироздании. И я реально приглашаю вас слушать эти книги, даже даже когда вы за рулем стоите в пробках вместо того, чтобы разговаривать с подружками, а он что, а ты что, чем я ранее занималась, когда по пять часов в автомобиле проводила, жила на рублевке. Вот, и когда Николай Константинович говорит о книге Дзиан, то по сути это «Тайная доктрина», которую написала Елена Петровна Блаватская, и вот она писалась с 1888 по 91 год, два тома. Третий том уже издавала в 97 году после смерти Елены Петровны ее «Секретарь», «Правая рука». Но с каждым люди, у которых работает внутренняя цензура, и которые понимают закон целесообразности, которые понимают, что каждый думает в меру своей испорченности. Вот моя наставница, например, сказала «Третий том даже не покупай, там есть какие-то запрещенки». Я вот сегодня смотрела, ну да, там о мистике, о том, о сем, о пятом и десятом. То есть это некоторые главы, некоторые статьи, которые, возможно, под редактурой данного секретаря трансформировались, и поэтому думаю, что так. Итак, «Тайная доктрина» это синтез науки, религии и философии. Первый том «Космогенезис», и вот маленький, скажем, маленькую цитату мы оттуда увидели, услышали. И второй том это «Антропогенезис». Там тоже «Абадами», «Аеви», я когда писала в моей книге, они тоже являются героями, то я, естественно, смотрела и в Бловацкой, и много где, и вот этот синтез знаний, и то, что религии об этом говорят, и сердце своё спрашивало знаний, и всё остальное. Поэтому там говорится о человеке. Естественно, это 19-й век, естественно, это первый человек на планете Земля, который такой трактат, скажем, пишет, да, и там очень много слов, очень много, скажем, сложно её читать, особенно кодов, можно сказать так, да, особенно в первых, скажем, отвлекли меня, самое главное, что там именно синтез, где Елена Петровна говорит о том, что в этой религии сказано так, а это вот так, так и есть, да, а в этой религии об этом же, как и есть, сказано вот так, и да, нет религии выше истины, Елена Петровна это всё подсвечивает. Она была, конечно, оболгана, даже её горничных слушателей, когда она отъезжала, англичане коррумпировали и там делали подложные какие-то заявки, сегодня мы знаем, что такое фейк-ньюс, да, вот, и многие сегодняшние люди, которых я люблю слушать и которым я доверяю, в их контексте, тот же, например, Андрей Витальевич Фурсов, когда он говорит, например, о Шекспире или о Блавацко, я с ним совершенно не согласна, но я его тоже не сужу, я, например, многого не знаю о том, о чём говорит он, вот, и я понимаю, что каждый человек информацию рассматривает с точки зрения своего видения, да, картина мира, что я пытаюсь сделать в своих занятиях, помочь вам написать вашу картину мира, я свою картину мира пишу, в том числе и благодаря вот этим книгам, вот этим знаниям, далее, что хочу сказать, что для первого занятия, я думаю, более чем достаточно, а ещё о Елене Петровне Блавацкой, у неё было очень плохо со здоровьем, а я же многосторонне всегда смотрю, я думаю, почему тот или иной композитор, вроде бы творцы, созидатели должны на высших, скажем, октавах, да, творить, но люди часто грустят, есть много очень минорных произведений, и мне сначала это было непонятно, потом я это поняла, так же я думала, если это такой просветлённый человек, почему у неё такие проблемы со здоровьем, оказывается, она была в Ментон, по-моему, этот город называется, на баррикадах вместе с Гарибальди, так, боролась за единение моего любимого итальянского государства, она была очень сильно ранена, у неё пять пулевых ранений, и в руку, и там важные части тела, если хотите, я ссылку, рассказ об этом тоже опубликую, так вот, что сказал Иисус, не судите и не судимы будете, с одной стороны, с другой стороны, он нам сказал, не создай себе кумира, так, с третьей стороны, он сказал, будьте как дети, а кто есть дитя, дитя это познающий мироздание маленький человек, поэтому я назвала свою серию настольная книга для больших и маленьких человек, где каждый человек это ученик в веках, и я опять с видом прекрасного цветка жизни, который я обнаружила на канале Чудо-мир, цветок жизни, основа многомерная квази-мироздание, и вот здесь они наглядно показывают тоже, сходите, посмотрите, все это шикарное, прекрасное, красивое мироздание, там никто не кусается, и здесь да, я пишу, что Ольга Лисицына, Фьора Деловита, мой творческий псевдоним, мои книги, занятия, передачи, новости теперь, Newsfox 2024, пишет сама жизнь, в переводе с итальянского это цветок жизни, а по-нашему по-русски это аленький цветочек, это агни-йога, огонь знания, огонь света я зажигаю каждый день, в каждом дне, и стараюсь зажигать в каждом своем занятии, любуйтесь жизнью, любуйтесь мирозданием, любуйтесь цветком жизни, как жизнь с вами разговаривает, никто тебе не друг, никто тебе не враг, но каждый человек на твоем жизненном пути твой великий учитель, и поэтому я приглашаю вас, пожалуйста, полюбите себя, познайте себя, полюбите свой каждый день, полюбите людей, которых вы встречаете, и если вам нахамили, наступили на ногу, плюнули в ваш колодец, знайте, что вы сделали то же самое этому человеку в другом воплощении, попросите у него прощения, даже в душе, пошлите ему любовь и добро, и вы увидите, что вашим ангелам, которые не охранители, которые охранители именно законов мироздания, космического права, не надо будет вместе с вашей душой, с вашим вечным странником организовывать вам эти уроки, эти испытания, трансмутируйте, трансформируйте даже негативные ситуации в доброжелательное, в прекрасное, красивое, наполните это своей любовью, золотом своего света, золотом своей любви. я прощаюсь с вами, до новых встреч, в субботу будут Fox News, будем говорить, что произошло за этой неделю, и возможно не в эту пятницу, но в следующем Дочке Матери с Валентиной Павловной, которая героиня моей шестой книги, которую я уже начала писать, и там сразу начинается ваша светлость, так ее называл ее муж, вот здесь, в двадцатом веке, а почему? Почему моя сестра Ирина говорит, ну да, мама, конечно, с ее графскими замашками, а потому что в предыдущем воплощении мы с ней встречались, не очень хорошо расстались, но через знание, через мудрость жизни, я трансмутировала несовершенство негативной энергии, которые были между нами в любовь, в принятие, в прощение, в мудрость жизни 21. До новых встреч, пока. Редактор субтитров Редактор субтитров